А вот Федеральная служба государственной статистики собирается провести сельскохозяйственную микроперепись. О том, что это такое и для чего это нужно, смотрите в нашем следующем сюжете. Сельскохозяйственная микроперепись организована Федеральной службой государственной статистики не впервые. В последний раз такое общероссийское событие развернулось в 2016 году. Цель переписи – создание массива статистических данных об изменениях, случившихся в аграрном секторе за последние пять лет. Меняются финансовые потоки. Мы видим, что в аграрном секторе в последние годы были очень большие финансовые вложения. Общая экономическая ситуация в стране. Меняются потоки трудовых мигрантов, которые тоже влияют на ситуацию в аграрном секторе. Поэтому было принято вот такое решение, чтобы иметь четкую картину, чтобы знать, что происходит в этом секторе, чтобы оценить предовольственную безопасность страны. Собранная информация будет использована для прогнозирования развития сельского хозяйства. На основе полученных данных разработают методы экономической поддержки аграриев. Под обязательную перепись попадают все сельскохозяйственные организации – фермерские хозяйства, товарищества, а также личные подсобные хозяйства граждан. В общей сложности переписчикам предстоит обойти около 6000 индивидуальных хозяйств нашего Заполярья. Сами переписчики, помимо яркой формы зеленого цвета, будут снабжены специальным планшетом. Весь сбор информации будет осуществляться на планшетных компьютерах. Бумажные листочки, как было раньше, они не предусмотрены в эту перепись. Сразу информация со слов населения будет носиться на планшетный компьютер и дальше перекачивается в информационные системы, что сократит процесс ввода, обработки информации. Итоги переписи будут получены в более сжатые оперативные сроки. Перепись состоится с 1 по 30 августа, а к концу года уже будут получены первые результаты. Все данные будут записываться со слов самих людей и никаких документов представлять не потребуется. Мурманск Стат убедительно просит поучаствовать в переписи как можно большее число аграриев.